В ходе заседания Оперативного штаба по повышению устойчивости экономики Хабаровского края в условиях санкций под председательством первого вице-губернатора Александра Никитина его участники обсудили текущую ситуацию в экономическом блоке региона. В центре особого внимания оказались вопросы не только всесторонней поддержки бизнеса и реализации крупных и стратегических важных инвестпроектов, но и исполнение социально ориентированных программ, направленных на сдерживание цен на основные позиции продовольственной корзины. Немало усилий предпринято краевыми властями для насыщения товарами потребительского рынка. Заключены соглашения с торговыми сетями и розничными магазинами. Как у нас обстоят дела с доступностью социальной группы товаров? С таким вопросом Александр Никитин обратился к первому заместителю председателя правительства региона Марии Авиловой. Первый зампред пояснила, что в настоящее время в отношении 21 позиции 44, находящихся на контроле, отмечается снижение стоимости. По остальным продуктам фиксируется незначительный рост цен в пределах инфляции. В частности, положительная динамика наблюдается на рынке хлебобулочных изделий. Её обеспечивает в том числе и реализация проекта «Социальный хлеб», запущенного по решению главы региона Михаила Дегтярёва. Сейчас в крае в продаже имеется два вида такого хлеба – Кишинёвский и Дарницкий, стоимостью 40 рублей за булку. На данный момент проект поддержали уже 150 магазинов и 34 предприятия. Однако, по словам Марии Авиловой, далеко не все жители региона осведомлены об этой инициативе губернатора и, соответственно, пользуются предложением. В итоге профильным ведомствам и главам районов поручено активизировать работу по популяризации социального хлеба на местах.